ребята пипец короче вызвали настя скоро у нас температура 3 дня и бригада скорой помощи в лифте застряла лифт не работает смотрите благо сейчас у нас получается в нашем доме лифтер сейчас звонят срочно и получается ждем лифтера чтобы скорую это достать из лифта новые дома вот ребята скоро настика опаздывала это бессознание оставалось несколько раз с утра нас пошла сдавать кровь упала в обморок пришла домой упала снова в обморок скоро вызвали получается пока как бы подключали катетер до чего вот это выходить начали опять упала сейчас вот ждем вот инфекционку привезли подозрение получается на инфекционка 1 майская 50 ребят настя лежит я даже не знаю сейчас на где нахожусь 1 майская пирас вообще здесь нахожусь сейчас буду выбираться я даже не знаю как если честно такой блинчный городок сейчас пойду такси вызову а ну все примерно я понимаю где нахожусь это рядом с камгэсом как раз где настя купалась вот такая от ребят ситуация не купайтесь в речках даже где по телевизору сказывают что нормы соблюдены инфекционное заболевание настя подхватила от воды которая в речке она даже не глотала воду а видимо где-то попала все равно как бы может быть губы облизала не знаю что суть вот такая будьте аккуратнее ребят я сегодня перепугался вообще очень сильно маринка все еще шоке небольшом мы выносили ребята соседи помогали выносили на сквона носил нужно был без сознание было берегите своих детей сверху мы дарим на всякие сладкие сна кушает на первый раз покушал за это для 3 наверно сейчас сидит кушает стал беспокойся потом прожую с пакетиком и потом маринке уже включимся ребят вот анастасийка такие палаты вот у нее вид такой там язык на кама сейчас сейчас переключу камеру да не здесь открыто он там к мы ребят уже эти вот ближний городок такой достаточно красивый я походил лежит он не где зарядку мы бесконтактный вот этот обзор мне записать принес вот пока он не заряжен был мы купили не заряжен должно на 3-4 раза хватать так же знаете не хватило ну чё амбоксинг сделаем что у тебя там ниндад да такой вот грудочек приехал с Наськой сегодня пятница пролежала на 6 дней сейчас все выписывают а выписка будет готова в понедельник походу она идёт сейчас переключу походу Наська там видимо с кем-то ещё идёт ы-ы-ы привет Привет! 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 Замок. Замок. Лазарь. Понятно, тут не какой-то замок. О, вот так. Все как и в русских больницах. Са, выключай. Домой приедем, больше играй. Ну что, Настя, нас в субботу положили в больницу. Получается, сегодня четверг, вот ее отпустили домой. Забрали от звонка до звонка, она оттарабанила шесть дней, да? Шесть? Шесть получилось дней. Шесть дней. В Соборской в понедельник после. Ну что, у тебя как на казенных харчах? У нас самая лучшая палата была. Начнем с этого. Таких девочек у нас были стеклопакеты. А что еще? Ну, вообще, там хорошие люди. Насчет нецелства, не знаю, вот Ирина, Настя, Тёма, Егор. Это кто такие? Ну, Ирина и Настя с вами в одной палате. А Тёма и Егор, это одному двадцатка, другому двадцать три. И они с нами в карты играли. Ну просто, что еще делать в больнице? У нас есть карты, мы играем в карты. Еще главное, главврач приходит, мы играем в карты. О, хорошо. Вам весело? Мы такие, да. Она такая, окей. Приходит, это, Мегера. У нас есть такая злая, очень злая медсестра. Была. Была, да. Очень злая медсестра. Ее вообще никто в этом не любит. Цервер называемый ее. Такие врачи даже боятся, когда мы приезжали, а они говорят, там есть. Она говорит, главнее, чем заведующая. И да. И главное, нам ничего, нам это, врачи, она такая, играйте, да, играйте. Она такая, нога по палатам, быстро. То есть у нас Настя, получается, лежала во взрослом отделении. Она уже не маленькая, да? Да. То есть в детское ее не положили. Мне в 15 год. В 15 уже кладут со взрослыми. Она лежала с девочками, вот 21 год одной было. И 33. И 33. Еще бабушка у них была, которая постоянно домой ходила на ночь. Все они лежали с отравлениями. Одна делала торт, говорит, да, съела белок, видимо, попробовала сырого яйца. На вкус. Другая просроченный торт. Ну, короче, слабости женщин, сладости, да, привели к этому. Может, Настя тоже какой-нибудь торт с зонычкой достала? Так вот тоже думаем, что Настя какие-нибудь конфеты поди из-под полы. У нее с детства. Потому что ели все все одинаково, но заболела только Настя. Ну, у Настя, если честно, с детства, если вот так вот, она вроде конфеты не ем, не ем, а если открыть рюкзак в конце года... Не наешься там ничего. Самое интересное, мы всегда поражались, так выкинь-то эти, знаете, да, обертки, да, от конфет. Улики выкинь, да. А она их всегда складировала в рюкзак себе. Ну, это с детства, это с первого класса так, да? Да, да, да. Да, с детства, она даже до школы, мне кажется, конфеты тыривала всегда. Причем, как бы находила их, куда бы их не спрятали, под какой замок нет, а она их находила и потом тырила. У меня есть них. А потом находили фантики, до школы мы находили там, в этом шкафчике у нее, она там фантики складировала. Нет, выкинь, как бы, мусорное ведро, нет, все равно надо. Ну, Настя у нас, получается, несколько дней дома болела, да? Потом у нее было уже обезвоживание. Да, да. Мы сначала к одному врачу пришли, врач выписал лекарства, потом приезжала. Скорая сказала, что, ну, как бы... Мне хиларку, акту надо купить. Хорошо. Наскадаю все равно купить. Ну, восстанавливать, как бы, ухлору получается. И в понедельник за выпиской я с тобой. Потом скорая приехала нам вечером, получается. Ночью мы вызывали. Да, мы вызывали. Они сказали, что не эпидицит, как бы, ну, вот, как бы, есть отравление небольшое, вроде как, лечитесь домашнее какое-то, ну, все, и вроде все было нормально, а утром Марина пошла с ней сдавать кровь. Анализы, кровь мы пошли сдавать. Ну, как раз и кал, кровь, как бы, ну, то есть, на... Ну, чтобы выявить, что у Насти, потому что у нее температура была 37,2, 37,5, то есть не очень большая. И плюс у нее был жидкий столб. Ну, у нас напротив прямо, как бы, получается, дома. Да, мы ходили в платную, получается... Анализы сдавать платную клинику. Да. В платную клинику. И там у Насти получилось, что она частично говорит, ну, я ничего не вижу. У меня, конечно... Взрыв не начало пропадать, потому что обезвоживание, как бы, давление падало. И в ушах звенело. И в ушах звенело. То есть, вот. А Маринка у нее 6 на 9, она домой приходит и орет, как это... Я дремал, я просыпаюсь, я говорю, что случилось? То есть, она там скорую вызывает. Я говорю, так если там больница уже, как бы, это в клинике ей плохо стало, надо было скорую туда вызывать. Они ее там чаечком напоили. Ну, девочки молодец, как бы, на 4-е давление померили. Да. Давление у нее в этом, где мы сдавали, кровь было 110. Вроде Настя отлежалась, так сказать, ее там положили, чай ей принесли, воду. Молодцы девочки. Вот на 4, да, как бы, дали. Вроде Настя стала получше, мы с ней пошли домой. В лифте она мне говорит, у меня снова зрение отключается. Конечно, у меня паника, как у мамы, и я быстрее скорую вызывает. Но вот скорая приехала, получается, капельница, да? Ну, быстро они приехали. Они могли сначала ей в вену попасть, потому что у нее была обезвоженность, и вену вообще не надолго У нее было низкое давление, 90, да? Да. И перед тем, как транспортировать ее, чтобы она, ну, это же опасно, они должны были катетер вставить, то есть поднять давление, как бы, если ей встанет плохо. И, в итоге, все руки истыкали, ну, попали все-таки, получается, в ловлетной руке, попали они в вену. Вот. И, получается, когда начали выходить, я ее начал обувь одевать, ну, как бы, чтобы она не нагибалась. А обувь-то одел, как бы, поднимаясь такой, говорю, Настя, ну, что, пошли, она по стеночке говорит, папа, я, говорит, все. И у папы без сознания. Белая, вообще, все губы стали белые, то есть, вообще, пальцы синие такие, даже, знаете, как бы, аж из черна, как бы, такие, как бы. Ну, один из сотрудников скорой был с нами, то есть, одна ушла в машину, а вторая была еще с нами. Марина за голову ее поймала, Настю, то есть, я, как бы, ее придержал, чтобы она не грохнулась, а Марина за голову, как бы, положили ее аккуратно на этот, на пол, и ноги подняли сразу на стул, как бы, Марина тут стул прибежала, принесла на стул. Вот, я там тоже, как бы, за Маринку переживаю, думаю, сейчас она трогит, блин, то есть, я побежал сразу, вот, людей искать, ну, ребят, спасибо огромное, как бы, соседи, там, вот, с нижнего этажа, как бы, это, сосед, как бы, на улице, пока за носилками бегал, мужика поймал, вот, он прям машин, как бы, посередине дороги прибросил, как бы, побежал тоже, вот, вымогать, то есть, все так отзывчивые, то есть, ну, вообще, мужики все молодцы, в общем, бил бы, это, все огромное. Сосед на смотрит, привет. Тогда надо нести на носилках, то есть, Настю перевели в сознание. Да, ну, нести на носилках, чтобы она не, это, ну, как бы, не нагибалась, то есть, не было нагрузки вообще, вот, и тут же, как бы, получается, это, когда мы ее вынесли, ей в этом, в скорой уже сразу поставили капельницу, капельницу поставили, получается, сразу давление практически поднялось, то есть, как бы, уже они подняли ей давление, и, вторую, они, первую капельницу они вели просто Аминькабронку, да, вот это, как назваться Аминькабронка, или как это называется? Ну, видимо, для Восполнения жидкости. Да, физраствор вот этот, а вторую капельницу, у нее, щелочим уже, потому что у нее, там, это, когда было обезвоживание, какой-то щелоча, ничего не так, не понял, как она называется, вот этот. И, как бы, смотрю у нее уже пальчики такие более розовые стали потому что там-то она лежала конечно это я-то подначало подумал что у нас в семье как бы истеричка главное потому что вот вот такой это впечатлительный человек и на все реагирую очень впечатлительно но видимо со временем как бы жизнь-то побила как бы помотала и оказывается я еще не та истеричка нет у меня была просто истерика я не могла сопоставить почему у ребенка пропало зрение при этом нас меряют давление 110 то есть я как бы она не понимает что как у нас остает ну вот ладно я вот на спасатель учился и как-то еще медицину свое время изучал а в рика же на общение изучала полку медицину то есть она не может себе ставить что человек стал у нее давление пало потому что почему ноги-то задирают чтобы кровь прилив был крови как бы у меня просто паника началась я поэтому я объясняю пареньки тут лежит настя пока мы скоро ждем я ей объясняю то есть я объясняю это так и должна объяснить чтобы ребенок не испугался то есть чтобы у него не было паники у самой то есть и вторую надо успокоить то есть вот я им объясняю рассказываю историю как бы как работает организм как бы говорю что это вот но это норма как бы это нормально да что вот если что я не знал что при отравлении даже судороги могут выйти то что сознание это теряет как бы это я знал вот обезвоживание при обезвоживании а то что судороги то я не знал как бы но приходилось объяснять и что делать чтобы они успокоились как-то, потому что Маринке нельзя нервничать, давление с ребенком поднимать, Насте как бы нежелательно нервничать, потому что она в обморок упала, глаза открыла, через буквально там секунд 30-40 испугана, я открываю глаза, я уже наполовлю. То есть как бы понимаете, что это человек, когда это, знаете, это как вот любое живое существо, когда начинает жить снова, как бы, и видно, как человек пытается бороться за свою жизнь, как бы страхи в его глазах, и ты его пытаешься успокоить, все нормально, как бы там. Ну самое интересное, Настю привезли в больницу, положили, вечером мы поехали к ней, повезли вещи. Вещи? Вещи, Настя говорит, я уже все, забирайте меня. Я готова забирать, говорит, меня уже бегает, сидит, там яйцо смотрю, херачит, я там в столовой как бы уже яйцо, еще что-то ешь, свареное как-то. А до этого у него аппетита совсем не было, то есть там практически два дня, она там по ложке каши каждый час. Меня привезли, мне получается, вот, с полной сделали несколько капельниц, да, привезли туда, в больницу, мне там, оп-па, капельницы. Там питосы, там, месяца кушать не будешь, я тебе с ложки кормить буду. Ну нет, то есть как бы молодцы, вот хочу сказать огромное спасибо, опять же, вот врачам, то есть насколько вот молодцы, они быстренько-быстренько ее за первый же день, как бы они ее на ноги поставили, там уже капельцами надули. Смотрите мой канал. Да, смотрите Славкин канал. Получается, у Настя несколько дней еще держалась температура вот эта небольшая. Ладно, я где-то, примерно, 37, вот так, с копейками, 37, 2, 37, 5, то есть вот такой вот, ну я контролировал первый день, я вообще с Настей общался часов до двух, потому что она переживала, и так сказать, чтобы у нее не было никакого срыва, то есть, во-первых, девочке как бы плохо, да, сами понимаете, во-вторых, она у нас отдельно вообще никогда не лежала, то есть, больница, она в последний раз вообще там лет может 10 назад открыть, то есть, не больше. Ну, когда маленькая совсем была, Совсем, да, и то, вот, вариной, как-то получается. 3-4 мы с ней лежали, после этого она... И, соответственно, я с ней первый день, вот тут все сидел в чате, какие пальчики она мне там высылает, какой цвет пальчиков и 3-10, да, Настя? Долго, мы часами на другую. Ну, я хочу сказать спасибо вот моим соседкам, это вообще отдельные люди, вот. Я вас не знаю, я пропала. Что, подписаны на наш канал-то, нет? Ты мне рассказала? Не рассказала, да. Они у меня в контакте есть, расскажи. Мы там уже все только-друга подопадали. Все, помальчились. То есть, мы с Сашей переживали, что Настю положили во взрослое отделение? Ну, я как бы с девочками сразу договорился, я говорю, девочки, принимайте, как бы, вот, ее зовут Настя, говорю, ей, как бы, 15 лет, как бы, зашел там, они вдвоем. Я говорю, она падает в обморок, если что, кричите врача. Ну, сразу предупредил, они говорят, а, вы знаете, мы все здесь падаем. Мы, говорит, здесь мы ходим, говорит, потом, говорит, падаем. Ну, ну... С ними так легко было общаться. Ну, молодцы, девчонки, но они приняли быстро. Знаете, обычно взрослые говорят, типа, нам, вы с ними надо общаться, да? Я такое, типа, уважение. А тут мне, как они, как подружки, такие, типа, ты мне чего выкаешь? Ну, давай на ты. Тебе стало легче, да? Настю расположили в выходные, главврача не было. Мы думали ее сразу в платную палату положить. Нам сказали, что только в понедельник можно пообщаться. Но как раз Настя пролежала субботу-воскресенье, с девочками подружилась. И, в принципе, она лежала в общей палате. И мы уже, как бы, когда я спросил, я приехал в понедельник, или что, в воскресенье я приехал, спросил, говорю, хочешь ли ты, говорю, платную палату? Я сказал, мне уже ничего не надо, говорит, я здесь хорошо спел, со всеми, говорит, у меня здесь комфортно, они за мной, как бы, следят, они, как бы, мне помогают, мы играем в карты, то есть мы, как бы, общаемся, мне весело, как бы, самое главное. Ну, все, как бы, я говорю, Марике, тогда не надо, говорю, нашим легче. Вот. Ну, и все, в принципе, сейчас мы едем домой, сейчас Настя в это переоденется, там, в начале, как говорится, у нас все это, все, в стирку сразу помоется. В ванную, я хочу так втекнуть. В ванную не надо лежаться, наверное, после этого. Да, сначала помойся, как бы, адаптируйся. Да, сыночка, сейчас приедем домой уже, я знаю, что ты тоже уже домой хочешь. Ну, я не хочу, но я хочу пускать пузыри. Пускать пузыри? Пузыри, да. Купили ему мыльные пузыри, он хочет погулять и на улице попускать. Поэтому, в принципе, как бы, вот, все с Божьей помощью, ребята, если вы отравились, обращайтесь сразу к врачу. Да, самолечением, как бы, смысл заниматься нет. Даже если знакомые врачи, нужны все равно, как бы, профессионалы, нужна капельница. Я убедился, Маринка правильно сказала, когда мы приехали первый раз к знакомому врачу, надо было сразу ставить капельницу. Потому что в Маринке, когда бывают отравления такие мелкие, всегда, даже до беременности, я всегда ее врачу и ставил и капельницу. То есть у меня было такое, что она у меня выпила вина. Получается, если идет обезвоживание организма, если идет понос, тогда пергода. В ресторанчике, в хорошем таком, как мы считали до этого, она выпила вина и отравилась как-то, так вот, 4 дня, получается. Причем вина немного выпила, 4 или 5 дней. Каждый день ее капал, то есть и вот этим сам привел в порядок, потому что она тоже такая же была, как Настя. Я не знаю, почему с Настей я как бы вот так вот не поступил, то есть еще какие-то таблетки. У нас просто было подозрение, что мы почему-то думали, что у Настя аппендицит. Потому что про отравление мы не думали, из-за того, что мы ездили... Да, мы ни в какое кафе в тот момент не ездили, то есть питались только дома. И ели все вместе, и я, и Саша, и Славик, и Настя. И получается, то, что это отравление, мы никак не могли подумать. Ну, где-то Настя умудрилась все-таки поесть без нас. Я думаю, скорее всего, что все-таки это вода, потому что я потом разговаривал с молодым человеком там же, возле больницы. Вот, если ты будешь двое пальчиками вверху держать, она не так что-то не будет. Ага, вот так вот, она будет меньше что-то. Он сказал, что у него знакомая тоже так же, это после Камгеста лежала в больнице. То есть вот вам, пожалуйста, ребят, это самый чистый пляж и самая чистая вода в городе. Я поняла, я не хочу больше на пляж. Ну, и по состоянию тоже можно, ребят, подходить. Все, что угодно. Вообще подходить можно где угодно, что угодно и когда угодно. Самое главное соблюдать гигиену. То есть и так же все-таки, как я Настя говорю, всегда кушать чесночок. Одно хотя бы долечку чесночка в день. Он выступает как естественный антибиотик, который не разрушает изнутри кишечники и тому подобное, а убивает только паразитов. Да, и пальцы в рот не тащите, руки вытирать постоянно. Ну все, всем пока. Пока. Блудный ребенок вернулся? О, Слава свои мульные пузыри запускает. Ой, радость-то какая. Ой, сколько пузыриков. Клебия не как не São. Ой. IC с Аббиотик. Ой. О, о, о. В о.